Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Ну вот, продолжаем нашу необычную программу. Обычно мы здесь вдвоем или втроем. Сегодня я один. Я тут поставил на Facebook. Кто пользуется Facebook, обратите внимание, страничку сделал фотографию и текст написал. Это American Immigration Education Fund. Так вот, этот фонд заказал, поскольку на сегодня самым горячим, самой горячей темой являются предстоящие выборы. Те из вас, кто хотел бы разместить на своем участке, я не знаю, возле своего дома, так называемый ярд-сайн, у нас есть сайны Марка Керн, которые баллотируются в Сенат США. Есть... Если кто-то из вас живет в 9-м избирательном округе, у нас есть Саргиса Сангари, очень интересные сайны. Пожалуйста, приезжайте к нам на радио, мы дадим. Ну, а если вы хотите поддержать эту организацию, non-for-profit организацию, то можете заказать эти сайны на нашем веб-сайте, на сайте, вернее, этой организации. Адрес веб-сайта aifund.org Ну, и если вы хотите поддержать эту организацию, там есть кнопка «Донейшн», можете сделать пожертвование. В организации, в сайте директоров этой организации все люди работают бесплатно, это и врачи, и бизнесмены, и творческие люди. Так что все волонтирят, все волонтирят. Еще раз, если у вас интересуют ярд-сайны, пожалуйста, позвоните к нам в редакцию, у нас есть они здесь на радио. Есть сайны Марка Керрена, есть сайны Саргиса Сангари, есть сайны Трамп Пенс, ну, и есть сайн, который такой триггер для либералов, на котором написано «Вот репабликам, they may not be perfect, but the other side is insane». Я поставил перед своим гаражом такой сайн, он простоял два дня, у кого-то из либералов не выдержали нервы, утащили, утащили. Ну, ничего, я поставлю еще один. Так, что еще? А, я помню, я упоминал, что меня забанали на Фейсбуке, там, на неделю сначала. Спасибо, Данилке Лундину. А потом, потом я опубликовал открытое письмо Денниса Прегера Сергею Брину, и меня еще на три часа забанил. Я не знаю, почему. Потому что письмо, это потом на английском я видел несколько раз, и никто, так сказать, хотя, может быть, кого-то тоже забанили. Так вот, я перевел его с английского на русский и опубликовал, меня забанили. У меня есть несколько минут в этом часе. Я бы хотел для тех из вас, кто не пользуется Фейсбуком или не читал это письмо. Хотел бы ознакомить с этим письмом. Вот что пишет Деннис Прегер. Уважаемый мистер Брин, 50 лет назад, на этой неделе, когда я был 21-летним выпускником колледжа, я был в Советском Союзе, посланным правительством Израиля для контрабанды еврейских религиозных предметов и вывоза имен евреев, которые хотели сбежать из Советского Союза и получить официальное приглашение в Израиль. Меня выбрали, потому что я был убежденным евреем и потому что знал иврит и русский язык. Я не был героем, но поездка была рискованной. Советский Союз не ценил людей, которые тайно вывозили имена советских граждан, которые стремились эмигрировать. Информацию, которую израильское правительство и группа активистов в Америке использовали для защиты от их имени. Мои четыре недели в СССР, конечно, изменили мою жизнь. Молодой американец, которому невероятно повезло, что он провел всю свою жизнь в самой свободной стране в мире, испытал, каково это было жить в тоталитарном полицейском государстве. Люди боялись, что их просто увидят разговаривающими с жителем Запада, чтобы КГБ не арестовал и не допросил. Люди договорились встретить меня у определенного дерева в определенном парке и разговаривали со мной только во время прогулки, чтобы избежать подслушивания. Я встречался с еврейскими инженерами, докторами и профессорами, которые не могли найти работу, потому что они были известны правительству как отказники или отказники евреи, подавшие заявки на выездные визы для выезда из Советского Союза и получившие отказ в разрешении. Я уверен, что вы знаете о них от своих родителей. Я покинул Советский Союз сердитый и благодарный. Сердитые есть люди, у которых есть наглость. Сердитые, потому что есть люди, у которых есть наглость говорить другим людям то, что они могут и не могут сказать. Безмерно благодарен за то, что родились в Америке, где никто не может никому сказать, что они могут сказать и чего не могут. С того дня и по сей день я никогда не воспринимал свободу, особенно свободу слова, как должное. Почему я вам об этом пишу? Потому что помимо моих самых смелых мечтаний в Америке происходят две вещи. Во-первых, впервые в истории Америки свобода слова находится под серьезной угрозой. В 1977 году, когда нацисты пытались провести марш в Скоке, штат Иллинойс, эти ужасные люди выбрали Скоке, потому что он был домом для многих евреев, переживших Холокост. Практически каждая либеральная и консервативная организация, включая еврейские организации, защищала право нацистов на марш. Потому что в Америке, и только в Америке, понимали, что даже если самая отвратительная речь не защищена, всякая речь находится под угрозой. Это изменилось. Сегодня порядочные люди, люди, ненавидящие нацизм и любые другие формы зла, левые или правые, таких людей, как Джордан Петерсон, Бен Шапира и Айян Хирси Али, кричат, угрожают, не приглашают и никогда не приглашают выступать в американских университетах. Еще более пугает другое, что происходит. Компания Google, которую вы соучредили, величайший канал распространения информации в мировой истории, также подавляет слова. Я спрашивал себя и снова, и снова, как могла компания, основанная человеком, родители которого бежали из СССР, сделать это? Это несколько ошеломляет, что я надеюсь, что вы просто не полностью осведомлены о том, чем занимается ваша компания. Итак, вкратце, позвольте мне рассказать вам, что Google сделал с одной организацией, университетом Прегера, более известным как Прегер-Ю. Каждую неделю Прегер-Ю выпускает пятиминутный видеоролик практически по всем предметам, не относящимся к науке, технологии, инженерии и математике. Эти видео представили некоторые из лучших умов мира, в том числе профессора из Гарварда, Стэнфорда и Массачусетского технологического института, четыре лауреата Пуллицовской премии, три бывших премьер-министра, либералы, консерваторы, демократы, республиканцы, в том числе новотрамперы, геи и, конечно же, женщины и представители этнических и расовых меньшинств. Однако, YouTube, которым владеет Google, поместил сотни наших видео в свой ограниченный список, в дополнение к присущей маске, быть помечены неподходящим для детей. Это означает, что ни одна семья отфильтровывает порнографии и сцены насилия, ни одна школа, ни одна библиотека не может увидеть эти видео. Среди этих закрытых видеороликов есть одно, в котором бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер защищает Израиль. Если бы кто-то сказал мне, что 50 лет назад, что компания, возглавляемая сыном советских отказников, заблокирует видео мирового лидера, защищающего еврейское государство, я бы сказал им, что они не в своем уме. Это одна из причин, по которой я могу только предполагать или, по крайней мере, надеяться, что вы не полностью осведомлены о том, чем занимается ваша компания. Или насчет серии видео о десяти заповедях, которые я представляю. YouTube также подавляет некоторые из них. Когда сенатор Тед Круз спросил официального представителя Google, почему Google ограничил одно из моих видео по десяти заповедям, тот ответил, он есть на YouTube, потому что видео содержит ссылки на убийство. Как вам это нравится? Фактически, Прегер Ю неоднократно спрашивал Google за последние несколько лет, почему какое-либо из наших видео находится в списке с ограниченным доступом. И мы получили либо обходной маневр, либо молчание. Мы так и не получили существенного объяснения. У нас нет никакого желания видеть, как правительство вмешивается в частный бизнес для защиты свободы слова. Но ваша компания воспользовалась законами, защищающими ее от ответственности за клевету, нарушение авторских прав и так далее. Высокомерие вашей компании таково, что огромное количество американцев, как либералов, так и консерваторов, обеспокоены тем, что основной канал распространения речи в свободном мире не волнует свобода слова. «Мистер Брин, вместе с миллионами других американцев я боролся за то, чтобы вывести ваших родителей из страны, где нет свободы, в страну свободы. Никто из нас никогда ничего не просил взамен. Для нас было честью работать во имя свободы в целом и для советских евреев в частности. Американцы больше всего хотят от иммигрантов того, чтобы они помогали Америке оставаться свободной. Я никогда не сомневался, что те, кто уезжает из Советского Союза, выполнят эту миссию до нынешнего момента. Свобода слова самая основная из всех свобод. Это то, о чем мечтали и завещали вам ваши родители. Пожалуйста, не помогайте отнять это у тех, кто сделал это возможным, у людей Америки. Искренне ваш Деннис Прегер. И действительно, вот если вдуматься в эти слова, действительно, Деннис Прегер, рискуя там, скажем, ну, отчасти все-таки рискуя здоровьем, жизнью, свободой, делал все, чтобы семья Сергея Брина имела возможность уехать из Советского Союза. и теперь Сергей Брин, воспользовавшись возможностями, которые предоставляет ему эта страна, стал богатым человеком и компания, которую он создал, теперь лишает Денниса Прегера право на свободу слова. Звучит дико. И это не только Брин. Брин — это наиболее показательно яркая фигура, выходец из бывшего Советского Союза. То же самое происходит с другим евреем, который создал Facebook. тут с октября месяца они вводят новые правила. Они будут удалять контент, который не соответствует по их мнению, вернее, по мнению леворадикалов, которые сидят вот в этой полиции, в этом отделе, который проверяет контент. То есть там представители исламистов, там представители леворадикалов, там сидят люди, которые не разделяют американских ценностей, не право, так сказать, на свободу слова, не право на владение оружием. То есть люди, которые презирают Конституцию и ненавидят принципы, принципы, на которых эта страна была основана. И они определяют, какое содержание, какие посты могут быть, могут находиться на Фейсбуке, какие нет. Орвелл нервно курит в сторонке.